Зачем идти ко мне на курс по волоскам, если ты очень опытный мастер и уже давно практикуешь эту технику? Сегодня нам об этом расскажет Карина Хазиева. Welcome! Привет! Я очень удивилась, когда я её увидела вживую, что это такая прикольная молодая девушка, потому что у неё очень строгая фотография на аватарке была. Кстати, а, у тебя нет аккаунта, сейчас мы это обсудим, своего личного, да, рабочего? Да, у меня нет рабочего аккаунта. Итак, Карина Хазиева, сколько лет ты работаешь, где ты работаешь и давай сразу, и какой у тебя ценник, то есть ты топчик? Мой опыт от работы составляет примерно 7 лет, ну даже более 7 лет, наверное. Из них последние 5 лет я работаю в студии Контур в Уфе, являюсь топ-мастером на сегодняшний день, и средний ценник составляет от 12 до 14 тысяч за процедуру. Слушай, а в Уфе есть дороже студия, чем ваши конкуренты какие-то, есть хорошие? Ну, рядом, да. Есть? Может быть, одна-две, одна-две. О, слушай, блин, у меня мухи какие-то летают. Сейчас, нет мух. Я помню, был такой мастер Элита Лунегова, она в Уфе или в Казани? Нет, она в Казани, это казанский мастер. Окей, у тебя торчит очень, я люблю татуировки, и скажи мне, знаешь, вот Юлия Виннер, я её видела, встречала на конференциях, мы так с ней шапочно знакомы, она очень такая строгая, такая вся идеальная какая-то, вот такая вся вот отличница, вот, и выглядела всегда очень так стильно, а тут какой-то распиздяй сидит. Ну, что это такое? Татуировки где? Покажи, покажи, как это на шее, это больно, во-первых, расскажи. У меня не шея, у меня вся грудь, вот, ну, вот, прям, прям, вот, полностью. Прям вообще, прям на грудь заходит? То есть только из-за стороны видят всё, да? Ну, нет, зачем, прям далеко не заходит, так что зона декольте только открыта, когда полностью всё видно, рукав и вся спина ещё. Да нет, кстати, она нормальная, она такая, да, строгая, правильная, у нас всё очень так, очень красиво, очень такой, высокий сервис. Вот я представляю, что салон такой же белый, должно быть чистая, стерильная, золотишко, может, немножко для, да? Да, золотишко, да, да. И тут не формал, это что такое? Ну, не зачем, я строгую причесочку делаю. Или ты прячешься на работе? Правда, в пиджачке, нет, в пиджачке у меня открыто, все видят, все почему-то думают, что это у меня боди какой-то, какая-то одежда на мне. Да, 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 такие есть, телесный цвет, как под татуировку. Да, и они думают, что это так, но некоторые понимают, что это татуировка и говорят, а, это прикольно. Ну, то есть это не вызывает там отторжения? Нет. Культура изменилась, да? Спокойно, да. Получается, можно быть высокооплачиваемым мастером в классной студии, очень стильной, с татухой вовсю. А на спине, небось, на ногах еще есть еще где? Вот до ног еще не добралась, я недавно только обнаружила, что ноги у меня чистые, надо что-то делать. А покажи, что на руке у тебя. На руке? Ох, нифига себе, до самого низа, обалдеть. Ну, вот от плеча и до кисти. Слушай, а ну достаточно черный цвет, кстати, про типа, хороший у тебя черный, посмотри, черный, черная майка, они прям не голубизна, а прям такой хороший черный. Черный-черный, да. Отлично, да. Прям пока черный, даже загорало и нормально все. Свежая? Да нет, два года уже. Уже должна посинеть, я к тому. Да, нет, нормально не синеет. Так, так, вот мы такие вообще, о чем мы разговариваем? Так, расскажи мне, почему ты решила пройти курс, и вообще он твои ожидания оправдал, нет? То есть ты опытный мастер, который давно работает в волосках, и у тебя такой учитель классный еще был, есть вернее. Короче, все делают схемы. Везде схемы, у всех схемы, какие-то хитросплетения. Сначала я пыталась делать так же, что-то получалось, делала как-то по-своему. Ну вот, да, как вот сейчас Лена покажет. И мне это почему-то не нравилось, мне хотелось что-то другое. То есть для меня это не натурально, это декоративно очень. Это прям вот, ну, это не про настоящее. И мне хотелось... Я искала постоянно, думала, как же это сделать. И самому очень тяжело прийти, на самом деле. Много лет потребуется, пока тебя осенит, и ты поймешь, в чем дело. И тут я вижу, что будет такой курс, на котором можно научиться, как свои делать, как настоящие волоски. И я просто думаю, надо вцепиться в эту возможность. Слушай, а ты, получается, моя подписчица в Инсте, да? Ты как вам не нравится? Больше того, больше того. Я много лет назад отучилась, когда вышла в обучение, такая, думаю, так, теперь я знаю, как делать. Не надо, буду искать, как надо делать. Захожу в Ютуб, и тут Лена Нечаева. Ну, тогда я тоже схемы делала, скорее всего, это же давно было, да? Да, тогда тоже были схемы, но, в общем-то, вот по твоим роликам я и училась, как надо делать, и как искать симметрию, вот все эти моменты. Слушай, а мне интересно. Я знаю, как у нас было устроено в студиях. Мы обучали с нуля, мы, наоборот, опытных не брали, потому что их переучивать часто себе дороже. Мы прям вот, постоянный поток, набор с нуля. А ты, у тебя ущелье или ты готовенькая? Вот повышение ты сама оплачивала или тебе оплатила студия? Как у вас это работает? У нас есть обучение, которое оплачивает студия, но конкретно этот курс я пошла сама. То есть я сама, как частный мастер, как просто отдельный человек, купила для себя курс, потому что я сама хотела овладеть этой техникой, мне было интересно. То есть для студии было все ок. Клиентов это устраивало, студия устраивала, но я была не очень довольна своими работами. Я хотела это сделать своей сильной стороной, такой какой-то фишкой особенной. Взяли меня с опытом, причем не с первого раза, а со второго. Первый раз меня не взяли, потом я год тренировалась, усердно работала, набивала руку, и во второй раз меня взяли. Хороший там, нормальный отбор такой. Вот я думаю, что мы ошибки совершали. Лучше брать опытных мастеров, которые привыкли учиться и в себя вкладывать, свое образование вкладывать, потому что наши мастера сидели просто, их заставлять надо было постоянно. Единицы только хотели. Их даже надо было заставлять ехать на какие-то конференции. Я предлагала, говорю, если я не люблю, это не знаю. А, кстати, ты когда-нибудь выступала где-нибудь, чемпионы там, вот это все, кубки? Выступать не выступала. Я участвовала в «Золотой пчеле», когда она была последний раз в Уфе. Я просто думаю, зачем ехать куда-то, если мой босс является организатором конференции, и можно не выходя, не выезжая. Ты выступала? Нет, не спикером, я была участником просто. Просто сидела, как все слушала. А, вы страстности вас не обвиняли там, если бы ты выиграла? Нет, нет, нет. Причем выигрывала коллега моя. Она заняла второе место по волоскам, по губам. В предыдущем году занимала первое место. И первое или второе место, я точно сейчас не помню. Нет, нормально все. Там на самом деле и не поймешь, кто есть кто, чья модель, чья. Ну, знаешь, я наблюдала, и мне писали многие о том, как это выглядит. Модели готовят заранее. Модели выбирают и везут с собой заранее. Их в лицо знают уже. Но, с другой стороны, если много судей, то один может даже знать, а остальные-то не знают. Правильно? Судей же всегда много. Короче, ладно, я понимаю. И вот тогда я первый раз участвовала в чемпионате. Просто поборола свой страх. Думаю, что неплохо прям. Я не заняла никаких призовых мест, но я посмотрела в турнирной таблице, где я была. И я думаю, о, классно, для первого раза вообще нормально. Слушай, а знаешь, что вопрос? Там все по схемам работали. Да. А как ты думаешь, если ты с новой техникой придешь, ты вообще, есть шансы победить? Потому что тебя будут судить те, кто умеют делать только схемы. А вот я тоже об этом думала. Меня это так тревожило. Я думаю, как я пойду против. Потом думаю, а я тут прикольно, пойду против системы. Все будут по схемам делать, а я буду не по схемам делать. Выделиться надо. На зло всем отморожу уши. Пойду без шапки. Там же несколько. На зло кондуктору пойду пешком. На зло маме отморожу уши. Еще один. Да, да. Так, я поняла. Слушай, я тебе какие-то вопросы хотела же задать. Да, какие? Склерозная ядрена вошь. Зависла тут уже. А, ну, салапец. Я, кстати, немногих рекомендую своих студентов для работы с салапециями. Вот Карина одна из них. И я в описании к этому видео повешу ссылку на студию. Потому что, вот, кстати, это одно из правил, да, у вас в студии, что своего инстаграма рабочего у тебя нет, только есть профессиональный, да? Да, есть только аккаунт студии. Вся запись ведется через администратора. То есть я не хозяйка своему расписанию. И я с клиентами не общаюсь после процедурный период. Все ведут администраторы. С одной стороны, это облегчает. Ушла с работы, забыла, вообще проблем никаких нет. С одной стороны, да, классно, да. Короче, если вдруг кто-то салапеция захочет и живет в районе вот Уфы. Уфы же, правильно? Уфа. Да, Уфа. То обращайтесь в студию. Буду рада помочь. Просто надо уточнить, что у меня Карина Хазеева. Потому что у вас в студии все остальные работают по схемам, да? Три человека всего делают волоски. Я, Юля и еще один топ-мастер. Ну, это схема. Ну, салапетами, да, это, ну, да, там. Юля зачем салапетами работает? Ну, она очень мало принимает сейчас. Так что, да, ко мне будут. Ну, она что, балуется, да, как это, как я, например. Для души, да, для души. Хобби, да, да, да. Вот, так. Был вопрос, стоит ли идти мастерам с опытом? Да. Или новичкам? Обязательно. С опытом обязательно идти. Новичкам также обязательно идти. Потому что для мастеров с опытом, я когда заходила, я думала, я уже практикую волоски, я вроде как знаю, как это делается, линию вести умею. Думаю, сейчас я быстренько пройду. С меня эта спеть быстренько слетела. Через два урока уже. И я такая, блин, все, я обнулилась просто, я ничего не знаю, и начала заново. Есть момент, что тяжело переучиваться, потому что рука так и просится, там эти три волосины впереди нарисовать, собрать там как-нибудь все. Да, да, одинаковость вот эту, да? Одинаковость, да. Немножко борешься, но с другой стороны ты видишь совершенно другой результат, и это радует. А новичкам, мне кажется, вообще просто будет. А чем ты работаешь, расскажи? Это все время минералы, вот то, что я показываю? Все работы выполнены минералами, да? То есть ты же в контуре работаешь? Да, да, мы работаем на своих пигментах. То есть уже вот вообще все эти годы, в общем-то, ты работаешь на минералах, правильно? Да, да. А у тебя нету опыта разницы внесения, вот гибриды вносятся так, а минералы так? Ты всегда работала на минералах? Нет, не всегда. Я раньше работала на гибридах, на органике, и когда пришла в контур, переучивалась на минералы. Но сейчас я разницы не вижу. То есть, в принципе, вносятся похоже все-таки? Может быть, минералам чуть плотнее как бы нужно вносить. Может быть, вот волоски по периметру, они как бы сразу после процедуры, они выглядят яркими за счет того, что нужно плотнее вносить. А заживают уже как бы нормально. Поняла. Поэтому получается... Поэтому зачастую получается, что кажется, что по периметру плотно, и я понимаю, что это так и выглядит. Но заживает уже нормально. То есть, я там особо не повторяюсь. Слушай, а я тебе сейчас скажу, что тебе надо сделать прямо тут в эфире. То есть, вот это работа с курса уже, да? Правильно? Да, да. Это я уже когда была на курсе. Сейчас я тебе сразу... Тут дело не в том, чтобы... Всем будет полезно. Не в том, чтобы волоски... Ну, то есть, да, у нас есть два варианта. Ты можешь их сделать потемнее, но получается в минералах... Нет, все равно я вижу, у тебя есть вот эта градация, кончики более светлые. Ну, что ты такое говоришь? Просто смотри, видишь вот эта зона? Более похоже выберу. Вот эта зона, вот она. А, ладно. Тут надо наоборот контрастный, пардоньте. Какой момент? Так ты в планшете балуешься, играешься? Нет. Нет, такого не делаешь? То есть, ты во время обучения все время на клиентах все делала, да, получается? Да, мне очень сильно помогало, что у меня шла запись, и, получается, я посмотрела урок, и тут же его как бы отрабатывала. Постоянно, по чуть-чуть, по чуть-чуть вносила изменения в работу. Посмотрела урок, меня осенило. Я такая, вау, а что, так можно было? И начинаю уже по-другому делать. Так, вот смотри, получается, здесь у тебя бровь, форма, все хорошо. Периметр, видишь, у тебя достаточно мягкий. Все равно я вижу отличия вот этих, например, волосков. Но вот эта зона, вот эта зона, вот она осталась пустой. Вот это, где ты дорисовывала. Тут же всем понятно, что вот он идет свой пучок. И вот то, чего ты не делаешь вообще, тебе надо начать это делать. То есть, ты можешь вот какие-то вот эти вот зоны вот так вот прям закрывать. Или утолщать настолько, чтобы они прям вот не было вот этих пустот вообще. Потому что вот это, я сейчас это сделаю нормальным цветом, ты увидишь разницу. То есть, у тебя все равно на нескольких работах, вот которые я показывала сейчас, светится как будто. И тут есть определенные... Значит, это надо немножко как бы обнаглеть и перестать бояться. Потому что ты так много лет работала вот в этих, как проволочкой, идеальных волосочках, которые просто нагладываются на свои. Вот эта схема наложилась. Если есть там раскиданные свои волоски, то выглядит неплохо. Если волоски растут в какую-то другую сторону или какой-то пучок, то выглядит странно. И что-то не хватает. Да, вот это всегда раздражало меня во всяком случае. То есть, вот... Я все время не понимала, в чем дело. Да, да. Вот смотри, ты вот взяла и дорисовала вот здесь вот там. Вот здесь вот закрыла вот эту пустоту. Блин, свет не очень похож. Надо же, чтобы... Я поняла, да. Поняла? Просто утолщение. Я причем потом у этой же девушки, я потом на коррекции, я вот уже периметр не трогала. Работала только вот в серединке, там, где нужно вот этот акцент сравнять со своим пучком. А, кстати, да. И, возможно, это одно из заданий, когда ты еще не дошла до тех мест, где... Я, скорее всего, не дошла еще, да. Короче, вот... И побоялась сама что-то сделать. Да, да. И вот это, видишь, брюхо, брови закрывается, становится... И тогда твои вот эти волоски все, вот эти по контуру, они остаются... Они прямо выглядят. Контрастными по отношению. Поняла, да, вот эту разницу? Да, поняла. Зайдем... Ой, не туда. Выйти в сообщение. Да, потому что, видишь, вот оно как бы светится. А за счет того, что у нас левая и правая бровь еще и пучки на разном уровне, вот как бы хочется что-то еще доделать. Сколько длится процедура у тебя по времени? Два-два с половиной часа. Ну, я сейчас буду просить, чтобы три часа ставили на процедуру для того, чтобы, ну, подумать еще немножко там, поискать какую-то более интересную форму, акценты лучше прорисовать. То есть мне немножко творческих таких порывов не хватает. Поняла. Ну, мы с тобой уже обсуждали, я тебе давала обратную связь по твоим работам. У всех какие-то свои помелочи индивидуальные, вот такие вот недоделочки. Вот прям, причем я понимаю, что это отклик от старого. Очень сильно сложно перейти. Я сама каждый раз себя прям за шкирку насильно заставляю так, делай вот так. Потому что у меня же тоже сколько лет я схемы рисовала эти. Юность всю угробила, так сказать, на них. Так, что еще я хотела спросить? Лучшие годы, да. Слушай, а вот здесь вот это что, перекрытия, это зажившие, это старые, а там ты уже чуть по-новому начала, да? Да, чуть по-новому начала, да-да-да. Да-да-да. Акценты, давай, все, вот твоя сейчас точка роста. Вот прям завтра утром у меня, да, в 10 утра будет запись волоски и прям акценты, и попробую другими цветами. А, ну вот о чем ты говорила, это зажившая бровь, и получается, что все-таки по периметру более легкие, да, полупрозрачные получаются. Особенность работы минералами, да? Она есть. Класс. То есть уходишь, ну, как бы не совсем понятно? Ну, чуть-чуть ярче, да, иногда и краснота бывает, получается, да. Да. Здесь было перекрытие зеленушек таких бледных. Да, я вижу. И такая форма еще дурацкая, конечно, тоже. У вас в салоне есть косметологи, или у вас только татуаж? Нет, косметологов нет, у нас только перманент, только удаление. Ну, максимум еще, по-моему, укладка бровей есть. Узкоспециализированные вы, да? Да, да. Ну, короче, вот эти работы после обучения, да, я вижу, разница большая, очень большая, за вот, вот, прям еще немножко до совершенства. Я прям на свои работы прошлого года смотрю и думаю, боже мой, что я делала, как это обновлять? А, слушай, вплетешь. Это тоже, да, интересный такой опыт, вплетешь. Новые в старые. А что делать с нашими, с клиентами, куда их девать? На курсе для меня стало открытием от рисовка эскиза, что он рисуется сразу, сразу красивый и такой очень привлекательный для клиента. То есть все сразу соглашаются на все твои условия. Ну, может быть, по ширине немножко, там можно еще поторговаться? А так все сразу говорят, да, хочу, да, давай делать. Мне кажется, что так никто не рисует, кроме меня, да, когда вот такой эскиз. Да, и даже в Инстаграм, когда смотришь, все рисуют эти рамочки, просто какие-то направляющие и все. Да, да, я думаю, что клиенты соглашаются от безысходности просто. Ну, как бы, а что делать? Ну, вот так мастер работает. Да, я же уже пришла, да. Я бы хотела, как клиент, обсуждать даже не то, что форму и мое изменение лица, которое вообще невозможно с рамочками понять совершенно, но и насыщенность. И потому что, ну, это сейчас уже я, как и ты тоже, как мастер, понимаешь, что даже одной ширины брови, а насыщенность, которая снизу, в середине или вверху, она меняет лицо, меняет высоту. Она совершенно по-разному будет выглядеть, да. Да, можно очень здорово играть со всем во внешности клиента, а клиенты бедные не знают, их надо образовывать. Кстати, знаешь, когда ты образовываешь, рассказываешь, они потом тебе доверяют, жалко, что... А ты можешь, например, в Инстаграме студии какие-то свои авторитетные там вещи там рассказывать, как ты там работаешь, или у вас это не заведено? Или ты можешь с инициативой... Нет, заведено, заведено. Мы записываем рилсы, мы постоянно сторисы какие-то записываем, то есть мы мастера, да. То есть вот тебе есть чем, получается, заняться. Выдели себе больше времени. Еще, знаешь, тоже вопрос, заковырка. А реально, если Юля почти не работает, а ты второй по стоимости мастер, ты можешь стать первым по стоимости? Потому что у меня, например, такое было. У меня вообще, я вообще, кстати, черт не знает когда, уже, наверное, году в 15-м я перестала за деньги работать. То есть я только работала с тем, что мне любопытно. Я не брала с них денег, потому что я же вечный экспериментатор. И у меня были мастера, которые зарабатывали прям очень много. Ну, это такой вопрос с подковыркой. Маловероятно. Я думаю, маловероятно. Да? Ну, а ты вот будешь делиться с коллегами? То есть ты заплатила свои деньги и получается... А как я могу поделиться? Это же... Ну, я работаю по-другому, но это не тот навык, который можно вот за чашкой чая или там за один день рабочий полноценно передать. Это невозможно. Только если ты следуешь от одного, от первого до последнего урока, у тебя будет результат. Так невозможно. Ну, слушай, ну ты вот возьми там, вот так вот так порисуй. А у меня даже был один случай. Коллега попросил, говорит, слушай, помоги. У нее так волоски странно растут. Я вот не знаю, что с ней делать. Я говорю, ну, окей, давай помогу. Давай, говорю, я тебе эскиз нарисую, ты сядешь просто закрепишь его. Она говорит, ладно. Я нарисовала эскиз. Она потом отходит, говорит, пойдем, выйдем. Выходим. Она говорит, а что с ними делать-то? Я говорю, ну, обводи. Она говорит, а как обводить-то? Я говорю, ну, вот что видишь, что я обводи. Казалось бы, да, вообще ерунда какая-то. Да, я говорю, ну, что видишь, обводи, припудрю просто и все. Она говорит, забери ее, а. Я говорю, я не могу, мне уже дальше самой работать надо идти. Что сделали-то с бедным клиентом в итоге? Ну, что-то сделали там, я уже не видела дальше. Прикол. А это, кстати, тема о том, что волоски именно должны соединяться. Рисунок соединятся со своими. Вот это, чему мы учимся на курсе очень долго, и получается сложно, да? Ну, это сложно было? Ну, нет. У меня просто был такой немножко разрыв шаблонов, что, оказывается, они не обязательно должны все в одну линию вот эту соединяться, которая посередине где-то проходит. Оказывается, они могут тут раз волосок, тут волосок, и сиди, это круто смотрится вообще. А самое крутое, скажи, что можно бровь просто там тремя штрихами изменить очень сильно, и работы мало, чтобы было. Это то, а вот что там мы в конце. Ну, есть немножко момент, да, есть немножко момент, что у меня раньше было такое, они столько денег заплатили, надо всю бровь разукрасить, всю бровь заполнить, там везде волосков добавить. Потом на меня всё-таки... Так, стоимость выходит из количества волосков, да? Да, потом на меня снизошло озарение. Я такая, а зачем я буду добавлять там, где они уже есть, эти пучки, если они, ну, станут ещё ярче, а мне же надо, наоборот, там, сместить акцент там, где их не было. И я начала уже по-другому чуть-чуть делать. И такая, вау, классно. Но единственное, я сейчас знаю, где-то такая твоя работа была, они... Да, там девушка такая с красными губами. Как в стране выглядят эти работы, чем где ты полностью прошёлся за счёт того, что ты работаешь только... Действует анестетик, да, ещё вот он выбеляет именно там, где работал, и получается, что там, где не работал, всё светится. Ну, выглядит прям странно, но когда клиент уже уходит, там анестетика отошёл, и она ушла, она прям была очень счастлива. Я называю это реконструкцией, то есть это именно... Я тоже так и называю, что это реконструкция с неким улучшайзингом ещё для внешности. То есть так, как если бы природа идеально на вас там поработала, и тут улучшила, тут добавила, как бы они выросли. Но также есть те, кто просит декоративную укладку. Я говорю, я спрашиваю, вам надо так, чтобы никто не заметил, что у вас вдруг брови появились? Ну, то есть брови и брови как бы. Или вам надо, чтобы все говорили, вау, ты волоски сделала? То есть вау, ты волоски сделала? Вот когда вот эти пять волосин в три ряда, и все видят, вау, ты волоски сделала вот это. Зато видно, да, и как-нибудь витиевато там заклетённое. А когда настоящие, то никто не обращает внимания. Пока они не начинают показывать там, что смотри, вот у меня здесь волоски. А есть у тебя какая-то статистика процент согласившихся, процент тех, кто хочет вот так, а вот и вот так? Все соглашают, 99 процентов соглашаются на то, что я им рисую. А, то есть нет такого, что нет, я хочу, чтобы были видны волоски, за которые я платила, вот они вот так были, торчали. Ну, вот под конец курса у меня были такие две клиентки, которые пытались мне диктовать, как мне надо сделать. Одна прям пришла такая с двумя листочками, и она сидела мне, рисовала ручкой, как ей надо сделать. Это было очень забавно. Я думала, я год и чуть. У тебя есть право отказывать клиентам, или ты обязана его принять? Ну, должно быть что-то прям очень что-то без ряда вон выходящее, что прям отказала. И, ну, приходится все навыки дипломатии как-то включать, и вот немытьем-тыкатанем как-то вот мягко-мягко говорить. Да, тогда я сделаю как выходить, и делаешь просто по-своему. И она видит, что ты сделал классно, и такая, о, да, хорошо. Слушай, я сто раз делала, наверняка ты тоже делала, как есть клиентки, которые садятся и такие, уйди, что-то не хватает, уйди, чуть-чуть, и ты садишься, вообще ничего не делаешь. Делаешь ли что, что-то поправила. Всё, теперь идеально. Ты такой, да, блядь, идеально. Давай через день так делаю. Все мастера такой делают. У меня даже был случай, когда страдала, говорила, мне так больно, я не могу. Я такая, ну ладно, сейчас мы нанесём вам самую сильную анестезию. Мы помазали ей водичкой, она полежала там 40 минут, потом говорит, вообще не больно. А мы вообще не нанесли, я помню, глаза студентов, потому что я всё время такое что-то творю, дичь, на обучение, и вот эта работа с, не знаю, с чем, со внушением клиентам или что, она прикольно работает. Это эффект плацебо, да, я тоже так же не морожу, первый проход, они говорят, как без анестезии, как, ну что, почему? Я говорю, нормально, это не больно, это эффект плацебо. Ощущения будут абсолютно одинаковые, что я вам нанесу её, что не нанесу, и в итоге все терпят и нормально, все переносят. Никто не умер у меня на кушетке ещё, и таких не будет. О, знаешь, какой вопрос, ты все зоны делаешь, или ты вот волоски и всё, забыла про остальные? Нет, зачем все? Ну, делаю все зоны, но почему-то вот по статистике последний год волосков у меня больше, и сарафан идёт именно на волоски. И обучаясь на волоски, у меня и другие зоны подтянулись. А вот так, кстати, все об этом тоже говорят, потому что насмотренность, вот эта симметрия, внесение. Симметрия, насмотренность, да, всё это, и контроль какой-то рук больше стал, то есть сосредоточнее как-то, ну, собраннее, что ли, себя чувствуешь, ну, как-то легче стал, уверенней. Сколько процедур ты делаешь в день, и какой график у тебя? Так, сейчас у меня график 4-2, в день я делаю, ну, смотря какие записи, если это первичные процедуры, например, по два, по три часа, которые идут, то, наверное, не больше трёх. Если там с коррекциями, это может быть там две первички, две коррекции, уже четыре. Иногда бывают дни, которые это полностью дни удаления, и там может человек 10 через тебя пройти. Исходя из этого, сколько часов ты тратила на обучение? Дай совет тем, кто придёт на курс, вот как быть? Вот, да. Идя на курс, я понимала, что это очень крутая возможность распланировать своё время, потому что даётся год. И я так посчитала, что примерно, чтобы быть, ну, не опоздать, мне нужно примерно по два урока в неделю делать, это прям, ну, такой лайтовый режим будет. Чтобы у меня была возможность пофилонить в какой-то момент, мне надо быстрее быть. И ещё был разговор о том, что лучших выпускников позовут кураторами, и я такая думаю, да, сейчас я как поднажму. Сначала стартанула, прям занималась-занималась. Занималась после первой смены, когда работала. То есть я до пяти работала, к шести приезжала, садилась, делала. Потому что на следующий день у меня во вторую смену на работу, к двум только. То есть я могла припоздниться и делать. В среднем урок занимал у меня, то есть у меня получалось делать домашку два-три раза в неделю. Бывала, иногда с собой на работу брала во время окон, там, сидела и делала. В среднем урок выходила на день от трёх часов. Это вот самое быстрое, наверное, было. До десяти часов я сидела просто один день, выходной. С утра я села и до позднего вечера. Я десять часов подряд сидела. Я прервалась только на покушать. Слушай, а где ты застряла? На что ты потратила десять часов? Ты же уже опытный мастер была. Это было, по-моему, задание, где только мы перешли на латекс, надо было пять пар правей сделать. И вот я сидела, ковырялась, и что-то пошло не так. Я вообще не понимаю. И начала делать, начала переделывать. И вот пока не стало более-менее хорошо. То есть я, по-моему, несколько пар сделала, посмотрела, думаю, это вообще нельзя сдавать, это кошмар. И начала делать заново. Ну, я считаю, что год был ошибкой, как ни крути. Я знаю, по своим мастерам в студии, когда их ограничиваешь во времени, эти ты не поверишь, но когда мы только начали работать, у нас процедура длилась где-то пять часов. Выделялась. Слот длился, да. То есть поговорить, нарисовать, сфотографировать, всё. И сама процедура, и они возились. Поплакать, поспать. Да, мы сократили до трёх с половиной. Короче, в итоге до полутора. У нас процедура совсем вообще, с отрисовкой, с фотографией. Полтора часа длилась. И каждый раз, когда мы сокращали, они ныли, страдали, но делали. Поняла? Но делали. И я абсолютно уверена, что этот курс можно пройти очень быстро. Единственное, что надо освободить время. Потому что когда я дала год, это была прям колоссальная ошибка. Все растянули сопли на год. Да. Очень многие вообще такие... Вот я думаю, это как работало? Вот там ты и другие мастера, которые закончили курс, вы вырвались вперёд очень резко. Вы начали какие-то обсуждать такие сложные вещи, которые уже недоступны тем, кто отстал. И они начали стесняться там, показывать то, что они делают. И вообще в принципе... Просто есть такой момент, кто-то воспринимает, о, год, классно, я так много успею сделать. А кто-то думает, у меня есть 364 дня ничего не делать, и один день, чтобы быстренько всё пройти. Есть такие. Ну, и я тоже рассчитывала, что там по два дня в неделю, ну, был момент, что когда эскиз на модели, я на месяц прям застряла. Я прям... У меня и торг, и депрессия, и отрицание. Я по три раза, по-моему, это прошла всё. Я просто не понимала. Думаю, ну как у меня не получается? Как? Я не могу поймать тех моделей. Причём это были сотрудники, но мне же тех же надо поймать. В общем, ну, какие-то вот затыры постоянно были, такие глупые. А что не получалось? Слушай, а что там у тебя, формы не получались? Или сами волоски? А, я всё не могла попасть на направление волосков. Меня вот несло вот в эти вот странные какие-то вещи. Я помню, ещё долго не могла с головками. Да, с головками. Сейчас у тебя нет проблем уже. Вот все работы, которые мы отсмотрели, у тебя там уже порядок с головками. Ну, как бы, нет противоречия. А вначале ты просто ровненько рисовала, да? Да, 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 да. Я даже смотрю свои латексы, как перебирала недавно, и я вижу, что даже когда мы начали отрабатывать, меня всё ещё это преследовало, эти полосы. Вот первые три волоска, первые четыре волоска, я всё полосила, полосила, полосила. Потом в какой-то момент щёлкнула, и я стала по-другому делать. Я уверена, что пройдёт ещё полгода, и я ещё лучше буду делать, а через год вообще просто там. Слушай, а как думаешь, если бы ты сама шла этот курс, ты бы у тебя бы щёлкала, или ты бы многие вещи так и не допетрила? Потому что кураторы тыкали носом, вот возвращали, заставляли. Прям тыкали? Тыкали, да. Сам не увидишь, а когда тебе говорят, ты такой, это уже на поверхности было. Но сам не видишь, когда вот в этом варишься, сам делаешь, это же твоё тыс, так старался, там столько часов убил, и думаешь, ты же мои прекрасные какие. Жалко их так, как можно критиковать. А, как смешно. А тут тебе говорят, это вообще не то. У меня такое бывает, когда я что-нибудь сотворила. У меня было такое, да. Да, и я думаю, всё, ну вообще сегодня шедевр. И что-то глаз замыливаете, или что-то такое есть. И я всегда мужа отсылаю, а он за столько лет, у него уже насмотренность колоссальная. Мне кажется, ему там, не знаю, два дня обучиться, он станет, как я, сразу делать. И он мне говорит, да говно ж ты сделал. Я такая, в смысле говно? Это же шедевр. Я такая начинаю, какая-то критика включается, и ты такая, всё, и реально, и говно. Реально говно. И начинаешь видеть это. Это потрясающе, как у нас мозги работают странно. Поэтому, свою лучшую работу, а у меня, я ещё такое не сделаю. И вопрос, сделаю ли я такую вообще? Ну, если ты на меня похожа в этом плане, самокритичность зашкаливает, то у тебя будут работы, которые тебе в моменте нравятся, но буквально завтра ты будешь смотреть и видеть всё вообще, что всё, надо срочно эту клиентку вообще вернуть, удалить и заново сделать. Вернуть, да-да-да-да. Я прихожу, допустим, сделала вечером, отфотографировала, прихожу и самочится на следующий день. Я говорю, я вчера такое вау-вау-вау сделала. Давай покажу. Показываю, я такая, блин, нет, нет, это вообще не то. Слушай, а ты мало мне накидала заживших, там одна только мы смотрели, а вот эти волоски тонюсенькие, все боятся вот именно тонюсеньких волосков, а ты одна из немногих на курсе, кто прям вот задрот, задрот в этом плане, потому что, ну, я сама не такой задрот, задрот даже как ты, сейчас опять покажу работу твою, просто, чтобы было понятно, о чём я говорю. Вот они все тонюсенькие, они все идеальненькие, вот они прям, вот даже не придраться, я вижу, что нету этих точечек, вот бывает сам, когда спешишь, я потом сама смотрю, думаю, блин, спошли точки, там же дымкой только заживёт. А как они заживают? Они вот так же тоненько... Они вот так же тоненько заживают, просто светлые. Просто светлее. Просто светлые. А я вот прям, да, я просто сижу прям очень близко, и вот прям высмотрю... Ты очки носишь? Иногда бывает, глаза устают, и да, очки ношу. А так, нет, стараюсь, стараюсь тренировать глаз. Ты хочешь поблизко смотреть на них? Да. Слушай, у нас такая линга, такая увеличивающая. Очень качественно, просто тут надо прям хорошее зрение иметь, чтобы вот так делать. Не все так смогут, это факт. Ну, близко пока хорошо вижу. Это к тому, что минералами тоже можно делать волоски, потому что существует... Ну, это не наши минералы, это контур, это наши конкуренты, это самые уважаемые конкуренты, потому что, кстати, к слову сказать, хочу похвалить Юлю, кроме того, что она, судя по всему, чудесный руководитель, раз ты так много лет работаешь, тебя все устраивает, да? Ну, да. Она еще и человек, который уперто, я бы сказала, даже упорото, все эти годы продвигала минералы. Она долго ими работала, она их первые сделала, свои минералы, потому что до нее, как бы, с моей подачи, наверное, минералы канули в лету надолго, а потом Юля большим путем, ну, это уже другие минералы. То, что я обсирала, я до сих пор считаю, это жуткое говно, эти все аква, фейсинг-боди, ты на них не работала, может, на акве еще пробовала? На акве пробовала? Нет. Дерма, интернешнл, это было невозможно работать ими. Господи, названия страшные даже. Да, там у них и пузырьки были страшные, я не знаю, где вообще они позиционировались. Но я точно знаю, что в фейсинг-боди это американцы были, потому что и анестезия там у них есть. А дерма, что это было, там просто как будто от руки нарисованный, этот, знаешь, на принтере напечатали, прилепили этикетку, криво, и там просто они не ложились вообще. Но это были минералы, я теперь понимаю. Тогда я считала, что это какая-то вообще бодяга, вообще не было у меня химика, который мне объяснит, как это работает. Но Юле большой респект, смотрит даже наше интервью-то. Может, даже посмотрит. Я смотреть не буду. Не будешь? Не будешь? Ну, я не знаю, у меня включается такое. Ты прикольная, чудесная, прекрасно с тобой общаться. И, кстати, легко. Такой типаж, как ты, хорошими учителями становится. Поняла? Я стесняшка, на самом деле. Ты не учишь, да? Скажи мне, какие у тебя планы вообще на повышение среднего чека? Потому что все считают, что когда ты хороший мастер, тебе обязательно надо еще больше зарабатывать. И для этого что делать? Учить. Учить? Да нет, не обязательно. Мне вот нравится руками делать. У меня нет амбиций таких, что прям я хочу учить, хочу знания раздавать. Я считаю, что я еще сама не до конца наполнилась. Да, помочь могу. Да, что-то там... То есть вот я много ассистировала Юле на курсах повышения и базовых курсах. То есть я могу подсказать, где ошибка, там что-то помочь, каким-то советом. Но прям вот с нуля у меня энергии на самом деле столько нет. Я веду курс по удалению ремовером. Это прямо очень энергетически тяжело. Если волоскам обучать, я не знаю. Нет, я не готова. Но кураторам тебе было бы интересно? Кураторам, да. Кураторам это же не обучать, это же ошибки выявлять. А, даже мы переименовали. Это не куратор, а наставник. То есть это слово, которое испоганили на самом деле вот эти всякие люди, наставники, которые... А, эти наставники наставников, которые... Да, за миллионы. Потом вы станете тоже наставником, и все мы разбогатеем, у нас у всех будут сумочки Луи Виттон. Вот это вот все. Они испоганили это слово, а наставник это как раз таки, который... Ты идешь куда-то, он тебя чуть-чуть повернул, назад вернул, там вот направил, да. И у нас на курсе... Это вот интересно. Наставники. А, я поняла. То есть обучение, это же такая-то систематизация знаний, их надо передать, надо там все учесть. Да. А уже по-готовому просто помогать, поправлять, ты рада была бы, да? Да. Потому что я люблю болтать, но я могу начать с одного, закончить вообще пятым, а потом вспомнить, что я вообще с этого начала. И такая, ой, подождите, я же не это рассказала. Вообще мы сегодня учились, но на самом деле мы сегодня болтали, да? Ну, да, примерно так. У меня тоже такая есть проблема. Я болтливая, отвлекаюсь, забываю, с чего начинала, да. Поэтому, кстати, онлайн проще. Ты такой, сел по схеме, всё накидал, ничего не забыл. Ну и знаешь, что у меня ещё очень сильно? Вот я к чему? Я на самом деле против того, чтобы все становились учителями. Потому что есть люди, которых вообще их тянет прямо к этому. У них язык... Который создан для этого, да. Да. А есть люди, которые хороши в мастерстве. И опять, вот смотри, если ты сейчас, например, на там две недели отвлечёшься на какой-то курс, твои клиенты перераспределятся. То есть они же звонят, говорят, я хочу сделать брови там. Их записывают. У тебя сарафанчик, у вас же наверняка, у вас хороший салон, реклама вряд ли вы, да? У вас сарафанчик. Мы, да, вот как в феврале случился два года назад, вся реклама канула в лету. Всё, реклама нет. Да, она пришлась. Она сама. Реклама нет. То есть если раньше мы как-то продвигались, там Инстаграм что-то делали. Но на самом деле я на сарафане сижу. Я сижу только на сарафане. А они, кстати, звонят в студии, говорят, мне вот именно к Карине надо? Да, да. Они ещё иногда спрашивают с фотографией моей старой, например, там. Им присылают, они говорят, слушайте, у нас две Карины просто, есть просто мастер Карина, есть топ-мастер Карина. И когда записывают, они говорят, так, подождите, пришлите мне фотографии, там присылают мою текущую фотографию, они говорят, ой, а старая есть фотография её? Они старые присылают фотографии, они говорят, да-да, это она вот к ней. А в смысле, ты изменилась что ли? Ты между такие старые клиенты возвращаешься? Да. Они прям вот ходят ко мне, ходят и ходят. Ну просто иногда в какой-то момент там ценник, например, их уже начинает смущать немножко, они тогда перераспределяются по другим мастерам. Но это нормально. Слушай, а топ-мастером ты стала за счёт того, что у тебя больше сарафан, и цена росла-росла вот таким образом? Да как-то вот, не знаю даже. Навык улучшался, знания. Пусть знаний в голове стало больше. И мне предложили в какой-то момент, я говорю, ой, нет, вы знаете, мне кажется, я ещё не готова. Нет, я осталась профи-мастером. И ещё через год, наверное, мне предложили, я такая, да, теперь я готова. А у вас это как? Какой-то экзамен, официальное вручение тебе, медаль? Как это работает, интересно? У нас есть стандарты, условно, там критерий для мастера, он должен обладать такими-такими-такими навыками, там сдать, грубо говоря, какие-то нормативы, ну назовём это так нормативами, ну что-то типа экзамена. Тесты какие-то, там подтвердить свои навыки, для профи-мастера это следующие, для топ-мастера это следующие. Потом, по-моему, есть мастер-тренер, но как-то мне не сильно пока это, ну... Как бы могу учить, могу не учить. Я понимаю тебя, потому что быть тренером, это иссушающее, тебя вытягивает энергию просто, ты как... Душу... Да, я помню это. Я поэтому тоже не горю желанием, меня тут... Меня одолевают здесь, в Америке, но я всем отказываю, потому что это прям... Я как вспомню, так вздрогну, если честно. Вот онлайн мне очень нравится. Причём я, знаете, что... Я такая, ко всем ещё заодно обращаюсь, что я поняла. Реально приехать на курс и за неделю даже там... Или это мастер-класс на мастер... Ну, почти невозможно. Ну, реально. Ну, ты там какую-то десятую часть возьмёшь знаний, но почти невозможно вот так же качественно обучиться, как там несколько месяцев, когда ты учишься, сядь, куратор... Это же прикладной навык, потому что, да, ты раз делаешь, два делаешь, три делаешь, что не получается. Потом находишь какой-то угол правильный, как-то руку поставил, и ты такой, о-о-о, это так работает, и начинаешь по-другому. И ты уже в следующий раз ты уже эту ошибку не допускаешь. Ну, допускаешь следующую, но и опять ты её находишь, как решить. Это полностью только тренировки. Слушай, а ты пересматривала уроки какие-то предыдущие, когда... И понимала, что, а я-то там так и говорила, то есть, а ты допетрила через время. Было такое? Честно, ещё не посмотрела, но посмотрю. У меня в планах есть все ответы перечитать, потому что какие-то я читала просто с замиранием сердца. Какие-то было страшно читать, и я по диагонали читала. Слушай, а был у тебя... Ты же опытный мастер. Был у тебя какой-то протест? Типа, что вы такое несёте? Я не согласна. Топать ножкой, вот такое спорить. Ну, может быть, в какой-то момент было там на какой-то... Ну, было у меня такое, что... Типа, ну как так? Ну, нормально же. А потом такая, так, всё. Это босс, это куратор мой, она лучше знает. Ну, кто я такая? То есть, у меня нет такого, что... Я вообще-то топ-мастер, и я там с опытом, и я сама знаю. Нет, я прямо... Я ещё вначале поняла, что надо вообще... Я вообще ничего не знаю. Начнём с этого. Надо очистить голову и впитывать. Ну, попсиховала два часа потом. Так, хорошо, давай посмотрим, что она там написала. Ну, ты молодец. Это большая работа над собой, потому что одно из... Вот ко мне, у меня же повышение, я же базе уже не учу много лет сама, и ко мне приезжали чемпионы разные, там вообще топы отовсюду. Ты не говоришь, что я у тебя училась, всякое бывало за это время. И какой-то был... Вот всё время борьба такая, типа, я такая крутая, я сейчас посмотрю, чему ты меня научить можешь. Вот это есть. Нет, я вообще критики нормально отношусь, вообще спокойно. Не так, ок, а как надо. Я про обучение почему спрашиваю? Потому что вот вы будете кураторами, например, ты и вот ещё несколько выпускников у меня. Я сейчас разовью эту тему более активно, потому что я имела глупость. Ну, просто я думаю, спози переезд, вот это всё, мне было не до этого, правда. Ну, чтобы продавать, постоянно говорить о курсе. Я тут вот буквально за две недели до старта нового курса. Активность развела, этого всегда недостаточно. Вот, но дальше будет больше. Мне кажется, там уже столько желающих. Ну, это достаточно дорого, и люди боятся не успеть, поняла? То есть, вот здесь страхи есть. Вот вам казалось, что вы целый год, и то там, помнишь, вот тут у нас скандал был? Что это такое? Типа, давайте, ещё и обманщица получится. Ты почитала? Это же просто. У меня... Да, я почитала. У меня волосы зашевелились. Уже я то, с чем только не сталкивалась, чтобы вы понимали, у меня для беженцев с Украины была такая привилегия. 50% стоимости курса. И зашли там несколько человек с Украины. Ну, как бы, я не стала, я не проверяла, я, ну, как бы, к людям отношусь. Будьте честны, я честная, и вы такие же. И вот там одна там что-то возмущалась, а мы подняли. Она, во-первых, знаешь, она на каком уроке застряла? У неё там вот эти вот волосочки только вот, самые первые. Она вообще ничего не делала. А, это где вот кустики такие? Да, как коронка, знаешь, вот такие. Вообще, это самое начало вообще. Ну, то есть, ну, как это вообще? И сейчас я такая, типа, открою просто ей весь курс, типа, она его пройдёт, что ли? Нет, этого не будет. Без куратора вообще достаточно бессмысленно. Вот прям, я вот уверена, что без куратора... Потому что я смотрю в инкубаторе, в чате, по волоскам, например, скидывают фотографии, типа, слушайте, я тут начала смотреть Ленин курс, там, мастерство, а посмотрите мою работу, и я смотрю, мне охота спросить, вы действительно смотрели уроки? Потому что, если вы их действительно смотрели, вы вот это не делаете, но это куратор как раз таки должен делать. Ты можешь вмешиваться, помогать, там есть... Я уверена, что из там сотен людей в инкубаторе, ну, там, человек несколько поймёт и сделает, и у них будет получаться, потому что даже там, знаешь... Это надо быть очень упёртым, прям такую цель перед собой поставить, и вот вижу цель, не вижу препятствий, и правда надо всё на паузу поставить, потому что по-другому никак. У нас была возможность немножко пофилонить, если ты, например, там первые полгода по три-четыре урока в неделю мог сдавать, то потом у тебя была возможность месяц, например, там отдохнуть, там, что-то поделать, жизнь пожить, а остальное время... У меня семья на паузе была, они знали, мама делает уроки, всё, её не трогаем. Стол не шевелить, к ней вообще не подходить. Стол не шевелить, не дышать в спину. Да, я ругалась и говорила, не мешайте мне, не трясите, вообще на душу не стойте, не отвлекайте, и боковое зрение мне не раздражайте. Слушай, ну сейчас, наконец-то дети все, муж, дети все могут тобой пользоваться. Да, дочь говорит, наконец-то ты будешь со мной время проводить. Ты вздохнула с обучением, с облегчением после окончания? Да нет, не с облегчением, на самом деле, мне было так грустно. С одной стороны, так классно было, когда последний урок ждёшь уже, я уже прям вот в предвкушении, ну и весь курс я ночью могла проснуться, проверять, если вижу, что там в названии письма написано «принят», а я счастливая такая, «Хорошо, сплю дальше». Если не принят, я просыпалась, читала, расстраивалась, спала, утром опять перечитывала, то последний урок, и вроде и хочется, чтобы его приняли, а вроде и не хочется, но типа ещё что-то поделай. Пусть ещё поторчу, ещё. Ещё поторчу, и думаю, ну ладно, если не примут, я уже как бы морально строилась, я уже себе там латекс нарезала, эти накладки купила ужасные, думаю, ладно, буду дальше. И когда приняли, и мне вроде и радостно, и такое опустошение, типа, и всё? Чё, и всё? Слушай, ну я буду очень рада видеть тебя куратором, опять, возвращаясь к тому вот про обучение, я же чё, спрашиваю тебя, рано или поздно к куратору едут на повышение, и это очень круто, что у меня куратор один в Краснодаре, один там где-то в Орле будет, один там вот в Уфе, где-то может за границей, вот я рассчитываю, что Элла тут у нас вылупится до конца, дойдёт, она молодец с курса, да, скажи. Элла дойдёт. Элла молодец прям, да. И она прям на седочка такая, она прям с удовольствием ещё как будто… И всем так подсказывает, да. И я вот по себе, например, знаю, я резкая, я вот так… Это неправильно, там, ну, да-да-да-да. А ещё и важна поддержка же какая-то, да, вот надо ещё погладить где-то, сказать, всё-таки ты молодец, но немножко неправильно. Вот она как раз из таких. Ну, вообще всё, что после дофразы «ну»… Да, не считается. Я к чему? Они будут хотеть всё равно приехать очно учиться, и было бы круто, если бы ты когда-нибудь созрела всё-таки и очные мастер-классы давать, потому что, вот прикинь, Если такие запросы будут, да, наверное, будут. Наверное, буду. Ну, на базе как бы студии, конечно, буду это делать. Ну, естественно, да. Но я думаю, вы же обучаете. А там не откроют такую возможность. Всё. Тогда я могу к тебе теоретически направлять научное обучение, правильно? Теоретически, да. А там уже вы решите тогда, как это будет. А там уже разберёмся, да. Потому что, вот я сто процентов уверена, что если бы я сейчас пришла к тебе на работу и посмотрела бы, как ты работаешь, я бы тебе ещё кучу всяких мелочей подсказала, поправила бы. И очень круто учить тех, кто прошёл полностью вот это вот всё обучение онлайн. И потом он приходит, ты уже, вот он тебя с полуслова понимать будет. Вот это было бы прямо интересно. У нас же в Уфе ещё одна девочка есть. Я же её привезла, она не привезла, потащила с собой. А, да, я помню, да, да, да. Да, и она застряла на седьмом каком-то блоке. Я её просто готовила, потому что я уж... Сначала она ушла вперёд. Я её догнала, перегнала. И говорю, так, короче, начинать седьмой блок, ты давай там латекс режь, короче, надо делать там на каждый урок по три пары бровей. Короче, готовься. Она такая, ага, ага. И начали модели делать уже. Она говорит, слушай, я, наверное, хочу модели делать. Приди, постой со мной. Я пришла с ней, постояла, значит, да, над душой. Чего бы не снимали? Это же так прикольно. Снимали бы, скидывали. Вот я вот, например, я была бы очень рада. Не знаю. И вы бы там, как бы все посмотри, всем любопытно ездишь. Ну, что такое? Ну, и вот. Она откидывала потом свои работы. И вот она, в общем, ей стало интереснее работать с людьми. Типа, зачем мне этот латекс и слезть люди? Слушай, а ты к чему это? Ты к тому, что некоторые уроки можно сразу на людях допускать мастеров? Ну, наверное, ну, седьмого блока, наверное, когда они уже вот эти эскизы прошли. Ну, кстати, можно подумать об этом. Потому что какая-то категория мастеров будет... Какая-то, да. Кто-то будет до самого конца на манекенах работать на головах и бояться. А кто-то будет, наоборот, хотеть пробовать на людях пораньше начать работать. Ну, она такая боялась, конечно. Но она что-то выкладывала, ее похвалили. Типа, хорошо же, все, все классно. Ей тоже говорю, а что ты боишься? И давай. И она как-то выложит. И что она? Почему она перестала? Ну, все, вот не успела. Не успел. Ну, вот, да? Вот что? Вот на тужице надо было. Все, работает. Просто слишком много времени расслабляет. То есть и есть такое, что ты забываешь что-то, что прошло давно уже? Потому что, ну, будто огромный срок был, слишком большой. Да, сто процентов забываю. Конечно, забываю. О, я еще вспомнила, вот первый урок, кстати. Сам первый урок «Бровь как объект изучения». Когда рассказывали про площадки, про вот это строение, я раньше смотрела на клиентов и думаю, блин, почему брови разные? Я вижу, что они разные, а понять, в чем дело, не могу. Посмотрев этот урок, я просто на людей не могу смотреть. Мне спрашивают клиенты. А вот, вы знаете, мне вот этот бровь нравится, а вот этот не нравится. Я говорю, конечно, потому что это у вас вот такая, здесь вот такая надбровная дуга, здесь вот так, а вот здесь, посмотрите, вот такой объем, вот это, они такие, блин, точно. А, ты стала более профессионально общаться еще, да? Да, я стала это видеть. Я раньше не видела, я просто, ну, какими-то общими фразами так, обтекаемыми съезжала. Рожа у вас кривая просто. Слушай, ну это пластическая анатомия. Я же проходила, я же художник профессиональный, это пласт анатомия просто. Мы разбирали все, мы же, блин, художники должны уметь строить все мышцы, знать, где там что находится, как это выглядит. И вот эти мои знания, они, получается, вишь, тебе объясняют. Это прям сильно помогло, да. Ну, класс. Здорово. Ну все, теперь у меня есть, получается, куратор потенциальный и учитель, которым можно направить. Просто я буду чистой рекомендационной. Я прям буду рада. Потому что ты не представляешь, меня одолевают. Я уже хочу сейчас реально составить списки и как-то закрепить в Инстаграме, что лишь. Ну вот, чтобы не писать. Было бы классно. Пикошур уже есть у них там, я пациент. И все, и по городам. Да, 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 да. Тип того. И чтобы сразу просто захотели и шли туда. Жалко, что ты не можешь быть нашим амбассадором, конечно, ты на контуре работаешь. Однажды, когда-нибудь, когда я буду в свободном плавании, я была бы рада. Ну, работать в классном коллективе, это здорово. И не иметь головников, кучу, это прям... Так что... Я вот по себе скажу, многие очень мастера, которые уходили от нас, они потом просились назад, потому что на них падало, им казалось, что они в свободном плавании так хорошо, им будут сами все начальники. Нет, я прям понимаю, что нет. Я понимаю, сколько там подводных камней. Это же и ты себе, и ты СММщик, и уборщица, и директор, и финдиректор, и все остальное. И пиарщик, и человек по закупу. Зачем мне этот головняк нужен? Знаешь, единственный плюс, единственный плюс, это то, что ты можешь из этого супа выйти, обучив, например, для себя людей. Вот когда, если вот... Ну, это уже ты про бизнес. И я всегда боялась, я же люблю активный отдых, на велосипеде несусь. Вот я, правда, боясь, руку поломаешь, и все. И что? Дальше что? Как бы ты все. Левый не сможешь. Ну, это меня прям пугало, потому что я... Особенно, когда ты понимаешь, что ты там вышел и заработал сколько-то там десятков тысяч вообще, вот, и ты привык. Вот единственное, из-за чего можно было бы там, например, своим заниматься, но на самом деле, работать в студии, в хорошей, с хорошим коллективом, это многого стоит. Поэтому я ни в коем случае не говорю, уходи. Я просто выражаю сожаление, что Юле повезло, а мне теперь... я понимаю. Ну, потому что студия классная, у меня запись на полтора месяца вперед, как бы все хорошо. О, вот это все сейчас было просто. Ты мастерство покупала? Да. А, нет, мастерство, нет, не покупала. сарафан, фу, да, мастерство покупала. Сарафан, нет, нет, сарафан не покупала. Это прям больно, когда запись на полтора месяца, что, серьезно, кто у вас там, короче, это прям жуть вообще. У тебя запись должна быть на завтра, на завтра, окошко должно быть, для меня. Я вот не люблю ждать, я вот хочу, так, я захотела, мне надо завтра, я готова переплатить, но мне надо, блин, ну, послезавтра, ладно. Полтора месяца? Ну, если, нет, если послезавтра, то, ну, как бы, если прям сильно надо, то они могут там, ну, останься, или приди пораньше, там, перед сменой, или после смены, давай останешься. Окей, ладно, это чужой бизнес, не буду лезть с советами, которые никто не просил. Ну, мы пробовали такую динамическую систему цен, и что-то как-то... А надо очень стойко к ней относиться, то есть ее нельзя попробовать, и в ней надо проработать год, например, и потом понять просто, сколько освободилось времени, как слабые проявились, то есть те, кто плохо общаются, те, кто плохо работает, делают сарафан, они проседают сразу жестко, вообще, это прям такой флюгер, показывающий, кто как работает в направлении. Поняла? Ну, это не к тебе, это не твоя забота. Ну, это не ко мне, Ты стабильно работаешь и работаешь. Мне надо просто хорошо работать. Ладно. Так, ну, вроде я все спросила, что хотела. А, кстати, знаете, я что вспомнила? Когда в Уфе открывались, я прям недавно осенила, короче, когда в Уфе только открывались, я еще тогда, я не помню, татуировки, по-моему, делала, я, короче, листаю такая, Headhunter вроде бы, и вижу вакансия, и такая, блин, прикольно, позвоню, а там медицинское образование нужно было. Я звоню, короче, берет руку мужчины, я такая, ну, поговорила, он говорит, а есть медицинское образование? Я говорю, ну, нет, ну, я рисую. Блин, типа, нам нужно только с медицинское образование. Я говорю, ну, очень жалко, ладно, понятно. Это была наша колоссальная ошибка. Мы супер законопослушные, и мы всегда платили все налоги. Вышло правило, что должны быть медики. Мы такие, окей, у нас везде медицинские лицензии, работают медики, из-за этого мы просто, мы просто кошмарную работу. Никто такое не делал. Совершали по поиску персонала, но прикинь, медик еще и что умел рисовать. Очень рисовала. Это очень сложно. И мы отсеивали. Вот ты, ты думаешь, ты одна такая была? Звонила куча людей, которые без медицины, но и вот сейчас бы ты работала у нас, и вообще, возможно, там все по-другому было бы в этой Уфе сраной. И вообще бы все по-другому было бы. Я сказала в этой Уфе сраной, но я имела в виду не город, а наших партнеров этих спередов. Не город, а я поняла, да. Да. Я в курсе. Я смотрела. Обязательно. Да, ты смотрела наш сериал. Ну, короче. Ой, ну, ладно. Что было, то было. Фиг с ним. Ну, видишь, такая фигня. Есть еще что рассказать? Я бы с тобой болтала, конечно, но нас так долго с тобой никто не будет смотреть. Нас так долго никто не будет смотреть. Может, завтра еще созвониться. Сериал с тобой устроен про то, как было. Да, да, на постоянной основе. Да. Ну, ладно, что, тогда все. Спасибо большое, что ты поболтала, рассказала. Опыт. Я буду рада видеть тебя в кураторах, как только мы наберем курс достаточно большой, чтобы еще были кураторы, я тебя сразу напишу. И ты обязательно учти то, что я говорила. И можешь мне смело присылать работы даже вне. Я люблю контактить с хорошими мастерами. Прям не стесняйся вообще. Класс. Да. Хорошо. Отслеживай такие долгосрочные эффекты. Я очень многими... Я же от радости по стойке. Пошла, да. Нет, я от радости долгое задела. Ну, все. Тогда спасибо, Карина. Приятно было познакомиться и пообщаться. Мне тоже. Покедова. Все. До новых встреч.